Всем привет из солнечной Аризоны и в этом видео я хотела с вами поделиться информацией, как мы продавали свой дом в США, город Бойзе, штат Айдахо и как мы сейчас находимся в стадии покупки нового дома в штате Аризона. И начну я наверное с того, как мы продавали свой дом. Итак, эту брошюрку нам распечатал риэлтор и здесь все данные о нашем доме. Дело в том, что брокерская компания по договору с нами выделила нам трех независимых риэлторов, которые не знали друг друга. Каждый из них приходил с оценкой к нам в дом, то есть они изучали внутри дом, изучали маркет за сколько такие дома и такого года выпуска продаются. И потом каждый из них озвучил нам какой-то лимит в пределах какой цены мы можем этот дом реально продать. Итак, вот наш дом. По видео моего сада вы наверное помните, как он выглядит и как выглядит мой ярд. И в доме находятся четыре комнаты. Все вы знаете, что в Америке комнатами считаются только спальни. И так как у нас четыре спальни, но также были на первом этаже и на втором этаже по гостиной. Была столовая, была кухня, была лаундри рум, был большой подвал и большая мастерская, отдельная комната, в которую можно было зайти только со двора для мужа. И также было патио и дек. Дек это переводится как палуба, но на самом деле это как бы открытый балкон, где стоит барбекю, стол со стульями, там цветы. И куда есть лестница, чтобы спуститься во двор. Также в доме два санузла. Это площадь дома, она square feet. Я не знаю сколько это по отношению к метрам, но если кому интересно, можете перевести. Есть же онлайн калькуляторы, которые переводят. И это сколько акров земли. У нас было 0,41 акра. Это год постройки дома. Дому было 45 лет на момент продажи. И на этой страничке в принципе все. Здесь значит локация, где находятся какие дома в продаже, которые примерно соответствуют нашему. То есть год выпуски плюс-минус один год. И сколько комнат. И состояние дома, и все такое учитывалось. Сколько ярд. Красное, это что было продано. Желтенькое, значит это был момент продажи. То есть люди уже заключали сделку. И зеленое, это находившиеся на тот момент дома на рынке. Здесь тоже вот данные о домах, которые уже были проданы. Здесь их фотографии, адреса, сколько комнат, сколько санузлов, сколько площадь дома. Сколько акров земли. То есть какой ярд, цена, за который дом был продан. И количество дней, за которые дом был продан. Вот видите, два дня, один день. Дома продавались и долго, и быстро. Тоже такая же самая страничка с домами, с адресами, сколько комнат. И опять же, за какое количество дней был продан дом. Вот, например, кто-то сидел 86 дней, 560 тысяч. И вот непонятно, почему они не снизили. Видят, что две недели дом никто не покупает. Могли бы, конечно, уже и скинуть 10 тысяч, чтобы дом быстрее ушел. Но ситуация у всех разная. Кто-то спешит продать дом, а кому-то и не важно. Кто-то может сидеть и полгода, правильно? Также здесь тоже информация о домах, которые были проданы. Которые в данный момент покупались. И которые были еще... Которые еще были для покупки. Здесь то же самое по цене разделения. То есть зеленые, которые были на момент продажи. И сколько дней они уже на рынке находятся. То есть 10 дней, 4 дня. А это красненькие уже были проданы. И за сколько дней они продались. То есть по цене видно. Да, если вот так вот сделать, то получается... Здесь, наверное, вот в районе 550 тысяч, 600 тысяч дома продавались. Здесь вот, да, цена росла, росла, росла. Доросла практически до 700 тысяч. Тут он даже больше, чем 750. И опять же, дома были проданы. Это которые были на момент продажи. И вот здесь наши риелторы заключили резюме. Это реальная цена. То есть в пределах этой суммы мы и могли выставить свой дом на продажу. Чтобы реально его продать. Чтобы он не завис на полгода. Это то, что касается нашего дома. И как я в прошлом видео говорила, дом мы свой продали. Но мы находимся сейчас в процессе получения денег. Нам деньги еще не перечислили. Потому что семья, которая купила дом, они брали моргидж. То есть ипотеку в банке. И вы знаете, с документами всегда долго банк работает. То есть сначала одобрение происходило. Потом еще какие-то заморочки. В общем, мы все еще ждем. А это дома, которые мы уже смотрели. Мы посмотрели порядка 60 различных домов. Которые нам нравились, наверное, может быть, домов 5 или 6. Нам прямо очень понравились. А безумно понравились два дома. И знаете, вот этот один из них. То есть это из тех домов, которые вот просто зашел и может прямо с этой минуты начинать жить. То есть там ничего не нужно. Там была и мебель кожаная шикарная, новая практически. И все кофеварки, кофемолки, все приспособы. Я открыла ящик кухни. Там даже была посуда. То есть вилки, ножи и все такое. Такие дома часто продаются, знаете, когда рядом Канада на севере. И они имеют по два дома. То есть они полгода живут в Канаде, а полгода приезжают сюда в тепло, погреться на зимний период. И вот когда случилась пандемия, то канадцы свои дома начали усиленно продавать. Потому что перелеты и переезды сюда были проблематичными. И так как за дом нужно было все равно оплатить за его содержание, полностью оплачивать его, то они начали выставлять свои дома на продажу. И, естественно, они это делали удаленно, онлайн. И никто за вещами сюда не приезжал. И поэтому такие дома часто приходишь, а там все. И одежда, и, ну, в общем, практически все, что они вот оставили как бы на полгода, и что приехать потом снова. Вот. Ну, дом был просто шикарный. Здесь вот его данные, адрес данные, год постройки, все такое. И, ну, в общем, конкуренция просто страшная. Здесь тоже дом нам понравился. Вот написала, какие-то заметочки у меня тут есть. Very good. Сколько комнат. Вот. Четыре комнаты, два санузла. Какая общая площадь дома, в каком году построен этот дом. Очень классный. Написано private only pool. Бассейн, то есть он только во дворе. Бывает так, что не только во дворе есть бассейн свой собственный, но также еще где-то на улице есть бассейн, который принадлежит к этому комьюнити. Он бесплатный. Можно там устраивать вечеринки с друзьями. Можно самим хотеть плавать. Вот. Здесь также вот данные, например, о модели. Но тут не написано. Кто был застройщик, написано неизвестно. Но обычно тут пишут все эти данные, если неизвестны. Здесь, например, данные, с чем они продают. Некоторые оставляют холодильники и стиральные машинки, и сушильные машинки. А некоторые с собой забирают, да. Здесь, что в каком году делалось. Вот, например, в 2016-м переделалась крыша дома. Full – это когда полностью, а partial – это когда частично. Вот здесь написано, что крыша была перекрыта полностью, да. Дальше кухню они в 2017-м году полностью переделали. Так, они полностью, видите, написано partial, частично. Здесь, значит, bathroom, туалет, санузел они переделали в 2017-м. Тоже написано, что только частично. А, здесь, вот знаете, еще пишут, какая инфраструктура рядом, какие школы, куда. Потому что приезжают же с детьми, семьи тоже. А здесь налог, который платится ежемесячно. Вот он написано. А, нет, они, видите, как пишут? Интересно. Кто-то пишет за месяц, а кто-то пишет за полгода. Сэмюэнниуэль – это год, а сэмюэнниуэль – это за 6 месяцев. Вот такая сумма получается за 6 месяцев. Так, этот дом тоже мы вот смотрели, очень нам понравился. А, давайте еще по ценам покажу. Вот здесь, вот в этом уголке будут цены мелькать. То есть вот они. Этот дом мы пытались купить. Мы за него предложили на 40 тысяч больше. Ну, это не прокатило, потому что безумные калифорнийцы. Они свои дома в Калифорнии продают за, там, несколько миллионов. Сюда приезжают и скупают просто все подряд. Для них переплатить 100-150 тысяч выше этой цены – для них это ничто. Вот этот дом тоже очень понравился. Здесь мы тоже пытались купить, но мы на тот момент не знали, что нужно предлагать больше цены. Поэтому дом ушел. Здесь вот муж делал тоже пометку. Вообще дом был очень классный. Он тоже такой бассейн был шикарный, большой. Было джакузи тоже с горячей водой. Мне нравится, когда часть бассейна вот занимает именно джакузи. Этот дом тоже был так ничего хороший. Ну, я вот написала, например, что нету бассейна. То есть мы его не рассматривали серьезно. Дом был классный, конечно. Весь такой в апгрейте. Но без бассейна решили не смотреть, потому что этот бассейн – это очень долго. Сейчас из-за ковида, который был раньше. Ну, сейчас он уже закончился вроде как, да. Но вся вот эта цепочка налаженных связей, когда происходили какие-то контакты, и привозили какие-то материалы, и все это было нарушено. И оно до сих пор не восстановилось. Поэтому все делается так долго. Вот тоже дом понравился, но написано, что без бассейна. Я написала, что мой муж не любит, не понравились полы. И были полы темные в доме. Ему нравятся только светлые. Вот этот Марк 19-й тоже пытались мы этот дом купить. Тоже не смогли. Lux Old and Dirty. Здесь, значит, этот дом нам не понравился, потому что мы туда зашли, там был неприятный запах, и как-то все такое было старое. Вот перед продажей дома все-таки хоть немножко как-то там, хоть стены красят, хоть что-то делают, да. Полы меняют, а там вообще было просто ужас. И смотрите, какая цена. Ну, я уверена, что его купили быстро, потому что рынок сейчас такой, покупается все просто безумно быстро. Сейчас еще кратце скажу, что мы смотрели не только старые дома, мы смотрели новые, но от этой затеи сразу отказались. Не знаете почему? Потому что у них происходит что-то типа лотереи. То есть дом строится 12 месяцев, и каждый месяц проводится лотерея. Вот в этом комьюнити было 12 новых домов, и так как несколько тысяч желающих на каждый дом, то они делали такой как бы отбор, лотерею. И было бы безумно жалко потерять целый год, прождать и на 11-м там, или на последнем 12-м месяце вылететь из этого списка. Вот. Почему так домов не хватает? Потому что в городе все застроено. В городе нет места на новые дома. А за городом, конечно, полно всего строится, но никто не хочет жить там, потому что нет инфраструктуры, далеко добираться и все такое. Вот. А в городе вот такие вот проблемы. Мы вообще ищем дом, чтобы было 4 комнаты. Спальня обязательно для нас. Из одной спальни муж будет делать офис, потому что он всегда работает из дома в основном. И спальня для гостей кто-то прилетит, например, сын из Техаса прилетит, там, в гости, или кто-то захочет переночевать. И также, чтобы спальня была для моего хобби. Ну, моя комната будет для моего хобби. Вот. Ну, на этом пока все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если есть какие-то вопросы, пишите. Я также оставлю видео, которое я снимала в домах, которые мы смотрели. Ну, дело в том, что я старалась снимать очень быстро и практически без озвучки, потому что, сами понимаете, в дома приходим не только мы смотреть, а много других людей, и мне не хотелось им мешать. Вот. Ну, вот и все. Спасибо. Так, еще один дом. Вот такой большой коридор. Спаленка небольшая. Так, туалет с ванной. Какая для детей, наверное, такой небольшой закуток. Тоже туалет с ванной для этой спальни. Скажите, кстати, спаленка. Такая вот кухня интересная. Так, обеденная зона. Спальня хозяйская. Спальня хозяйская. Туалет с ванной. Гардеробная. Очень маленькая. Лаундри. Это еще одна гостиная здесь. Или можно устроить офис. Ну, это еще одна гостиная. 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 Ну, это еще одна гостиная.